У нас следующий доклад, да, следующий доклад у нас из Екатеринбурга, да, «Практические аспекты реализации требований Санвина и методических указаний в Уральском федеральном округе». Группа авторов. И прежде чем Марина Анатольевна готовится, я хочу сказать, что в августе проходил первый евразийский конгресс по эндоскопии, да, и он был на очень хорошем уровне, и на нем присутствует Татьяна Аркадьевна Гринкова. И мне хочется передать вот от министра здравоохранения Свердловской области Трофимова благодарственное письмо Татьяне Аркадьевне. Татьяна Аркадьевна, спасибо вам. Спасибо. Вы все это очень Татьяна Аркадьевна, и поэтому еще не рады за нее, да. Ну и, пожалуйста, тема доклада. И здесь группа авторов. Марина Анатольевна, пожалуйста. Микрофон это. Слышно? Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы, прежде всего, позвольте всех поприветствовать и поблагодарить за возможность выступить на таком престижном, признанном форуме, и в такой необыкновенно теплой атмосфере, которая всегда складывается именно на сердцевских симпозиумах. Вот. Я постараюсь уложиться в отведенное время, поскольку все мы с нетерпением, конечно, ждем, стоит в ответча, нашу экспертную лекцию Татьяны Аркадьевны Гренковой, как раз посвященную теме обработки эндоскопии, ну и немножко поделиться, может быть, нашим опытом работы с новыми нормативами в нашем регионе. Ну, небольшая справка просто о том, что Уральский федеральный урок это больше, чем 10% территории Российской Федерации, ну, чуть меньше 8% может быть населения, и состоит из 6 субъектов, для справки, да, в которых, видите, гербы субъектов отражают практически, что в регионе есть все, да, от пушного зверя до корабля пустыни, несущего, да, и, если кто-то видит, да, внизу герб Тименской области, что Сибири будет прирастать вся Россия, медведи тоже есть. Какие регионы уходят? Какие города, какие регионы? Да и вот я хотела бы, да, мне не получается. А вот он немножко тормозит, да, немножко? Ну, конечно, я не могла. Свердловская область, да, Свердловская область, она вторая, обозначена Ханты-Мазьевский и Ямало-Ненецкий автономная округа, два высших гербов, они, это северная округа практически, да, где полярные медведи, Курганская область чуть ниже, как я уже сказала, Тюменская и Челябинская область, где вот как раз корабль пустыни, соединяющий торговые пути. Вот. Ну и переходя к теме моего сообщения, хотелось бы сказать, что да, действительно, новое, вышедшее в свет санитарное правило в 2015 году, они, безусловно, перевели нашу обработку, дезинфекцию, стерилизацию в эндоскопии на качественно новый уровень. Они вообще были таким прорывным нормативным документом, который, ну просто лучом света в таком нашем царстве, несколько туманном и не всегда понятном. И, безусловно, сразу же вызвали огромный интерес, вопросов много. Татьяна Аркадьевна буквально с первых дней приезжала к нам, чтобы как-то познакомить нас, научить работать с новыми нормативами. Мы очень благодарны, надеемся, что она и дальше будет поддерживать вот это направление и помогать реализовывать эти документы. Ну и входит, конечно, что это одна из приоритетных задач концепции здравоохранения на период до 2000 года, это обеспечение санитарное бедно-кополучие. И наша базовая компетенция обеспечения инфекционной безопасности при проведении эндоскопических процедур. Ну, возвращаясь к теме, значит, задание, получается, нашего, у нас есть полпредс в Уральском федеральном округе, там работает отдел здравоохранения, с которым мы тесно сотрудничаем, наше министерство здравоохранения Свердловской области. Конечно, хотела бы иметь на сегодняшний день достоверную информацию, что же происходит в этих 12 городах, да, то есть это, конечно же, в каждом городе есть ЛПУ, но первого или третьего уровня уже зависит от города, к этому возвращаться не будем. И везде есть эндоскопические кабинеты на сегодня, которые должны оказывать медицинскую помощь, диагностику или лечение на разных уровнях. Вот, ну что, ну, в общем-то, наши данные коррелируют с общероссийскими. Я, при мне, немножко на них остановлюсь. Может быть, они настолько достоверную информацию собрать не удалось, потому что это оказалось достаточно сложной аналитической работой. Вот, не все еще предоставили, но мы в таком неком находимся в финале начала этой работы. Надеемся, что дальше она будет продолжена, приведет к какому-то эффективному результату. Ну, вот, в среднем у нас получилось, что по статистическим данным, мощные десинфекционные, мы знаем, что подразделения должны быть укомплектованы мощно-десинфекционными машинами, ну, в среднем по России это 83%, как нам Татьяна Аркадьевна рассказывала, предоставляла такие данные на вебинаре в декабре. Вот, ну, у нас очень такие разбросанные от 88 до 92% все-таки используют ручной способ инфекции. Это, конечно, очень мало. Мы хотели бы, чтобы было больше, чтобы был, ну, обратный порядок этих вещей. И очень, и более 30% машин, выпущенные в 2010 году, где не может быть качественного контроля, в частности, последнего, заключительного этапа очистки, то есть машина поздняя проводится. Только ополаскивание всегда происходит, обработка, процесс очистки окончательно начинается, вручную, да, щетками, протиранием рубашки эндоскопа. Ну, вот, и в настоящее время, мало того, что машин недостаточно, но и машины еще часто не соответствуют требованиям современным. Ультразвуковые очистители, к сожалению, применяются только в каждом восьмом-десятом ЛПУ. И, несмотря на то, что существует уровень доказательности, что действительно при обработке ультразвуковых очистителей инструментарий дольше служит, сохраняет свои рабочие свойства. Инструментарий у нас тоже, к сожалению, сейчас преимущественно многоразовый. Ну, вот, даже в тех подразделениях, мы столкнулись с тем, где эти ультразвуковые очистители стояли до 2015 года, сейчас, в связи со сложными экономическими условиями, которые у нас в регионе, те вышедшие из строя не ремонтируются, новые пока не закупаются. Тоже хотелось бы это улучшить. с моющими средствами. Дело стоит тоже достаточно интересно. После того, как стали появляться на нашем рынке очень большое количество новых средств, все отделяется тендерными закупками по 223-45 закону, то мы столкнулись с тем, что сейчас мы даже сложно оценить, какие моющие средства то или иное лечебное учреждение приобретает, вот по факту. Ну, на слайде просто показалось, что на самом деле средств так много, что даже перечислять их сложно именно для окончательной очистки. Но всегда надо смотреть, что же по факту содержат эти средства. Вот, так, это обратно, к сожалению. Ну, и немножечко остановимся, так, как мы говорим, на фоне у нас мы всегда стараемся разобрать для медицинских сестер, чтобы они понимали, какие моющие средства что содержат. Немножечко в этих слайдах хотелось бы тоже посвятить. Ну, мы применяем сейчас в настоящее время средства очистки для однократного применения или допустимое применение в течение одной рабочей смены. Однократного применения это энзимные растворы без антибактериальной активности. Это тоже могут быть и комплексные растворы, которые содержат какие-то поверхностно-активные вещества. Безусловно, то энзимные препараты в чистом виде практически его не встречали. Но они удаляют остатки органических соединений с высокой степенью доказательности и содержат растворы поверхностно-активных веществ. Вещества, которые реальные активности это анионные или сульфатные или те же самые мыльные растворы и неоногенные растворы ПАП, которые встречаются достаточно редко. Немножко тоже о них упомяну. Средства, которые могут применяться в течение одной рабочей смены. Тоже существует определенное условие неоднократно. Об этом уже говорилось, и мы это понимаем. Эти растворы могут содержать эридимы, в том числе основаны они на катионных ПАП, которые являются теми же самыми четвертичными аммонийными соединениями. Почему мы это всякий раз подчеркиваем? Потому что во многих ЛПУ инструкции как раз содержат и у администрации ЛПУ находятся о том, что моющие растворы должны содержать в своем составе час. Но, по сути говоря, это одни и те же растворы, которые по своему ПАЖ являются растворами кислыми, не требуют проведения фенолстергиновой пробы, обладают некоторой антибактериальной активностью, ну и допускаются их применять в течение одной рабочей смены, но требуется, конечно, адекватное тестирование этих растворов в процессе работы. Ну и комбинированные растворы на основе эсимы, это частоерские цинная бруса. Вот, кстати, возвращались не туда. Вот, но эндимные растворы, как мы уже знаем, могут содержать на сегодняшний день от 1 до 5 эндимов, расщепляющие белки, жиры, углеводы. Но в настоящее время еще ряд эндимных растворов новых расщепляют также полисахариды клетчатки, что интересно, не всегда понятно, это называется луаза. Ну вот, мы решили, что для чего, да? Вот заказали, скажем, такие пятиэнзимные растворы в своем подразделении для обработки, для очистки колоноску. Как видите, да, простая программа, обязательно присутствует, нормальная программа здорового, перевариваемая клетчатка, растительная и неперевариваемая в разных количествах, то есть для удаления вот такой плетчатки пятиэнзимные средства очень даже хороши и полезны. Анионные паф или мыльные растворы традиционно заказываемые средства, которые имеют самую низкую стоимость, но являются, по сути, тем самым мылом, да, но тем не менее более агрессивным, потому что это медицинского назначения растворы. Ну, их действие основано на разрушении липидного слоя, соответственно, со всеми вытекающими отсюда негативными сторонами, их возможными негативными сторонами применения. Ну, они могут накапливаться в клетках кожи, нарушать процессы формирования защитного барьера, приводить к развитию сухости кожи, шелушению, ну и прочим, неприятным последствиям достаточно высокой степенью доказательности, поэтому все-таки современные растворы содержат их в меньшем количестве. Катионные, я уже про них говорила, проявляют активность в кислой среде, это может быть и плюсом, но вот каким-то плюсом считается, что они, есть некоторая антибактериальная активность, но тем не менее, они очень легко вырабатывают, устойчивость к внутриболичным штаммам и к микобактериям, поэтому применение их на сегодняшний день ограничено, и стараются не ионогенные, если они есть в составе вашего средства для очистки, это замечательно, но так же, как и амфотерны, они на настоящий день на сегодня достаточно дорогие, поэтому само средство соответственно удорожает. Ну, амфотерны, тем более, мы не встречали, они наиболее дорогостоящие. Вот, для окончательной очистки в наших подразделениях в урагском стерлянном обществе, ну, конечно, на сегодняшний день сделать, чтобы больше применяли энзимных средств, энзимных препаратов, вот, ну, и цель основная нам, понятно, уже давно, да, что, это самое главное, чтобы не формировалась биоплёбка, та самая мина замедленного действия, да, и, как говорят, подводная лодка курс пугая, которая неизвестна, когда может сработать значит, для того, чтобы очистка была качественной, и они формировались биоплёнки, конечно, нужно использовать энзимные препараты, но, это регламентировано также в нормативных документах. Большинство подразделений применяют сейчас мыльные растворы катионной панели. Что у нас ещё, какие ещё, значит, моменты, на чём хотелось бы акцентировать внимание, да, действительно, в санитарных правилах, методических указаниях определено, что предпочтительно применять одноразовые щётки для очистки каналов, которые мы попадали по диаметру, но в настоящее время всё-таки у нас не в каждом далеко подразделении применяются одноразовые щётки, это надо признать, да, и они могут быть разной формы, разного, скажем так, качества выпуска зависит от производителя, но вот приоритетно в правом нижнем углу вот такие вот нового поколения щёточки, да, одноразовые, даже щёточки не назовёшь, ну, у нас практически, когда показывают, да, вызывают удивление, теменяются очень редко. Ну, на самом деле, хотелось бы, конечно, у нас есть производители и российские, которые эти щёточки выпускают, вот, по дезинфицирующим средствам, которые применяются в нашем регионе, тоже очень это всё интересно, это, безусловно, ну, средства должны быть доказаны антибактериальной активностью, которые в заданном режиме и в условиях комнатной температуры работают, обеспечивают как СТВУ, так и стерилизацию, не будем останавливаться, ну, и современные средства на определение содержать в составе в том числе, помимо традиционных альтериадов и препаратов, которые тоже становятся традиционными, комплексных на основе кислорододержащих инодукционной кислоты средств, также вонизины и третичные амины, самостоятельно не используются, но могут содержаться, это тоже нужно отслеживать, когда приобретаем средства, вонизины, они еще большими фиксирующими свойствами, чем альтегиды, обладают, но, значит, соответственно, должно быть хорошее средство для очистки и третичные амины, третичные входит входит в наши базовые компетенции и в тот самый total quality менеджмент, про который говорила Галина Вячеславовна. По нашим данным, мы не можем сейчас провести какое-то доказательное исследование о том, при использовании какого средства или каких ряда средств. Произошли какие-то поломки оборудования, растрескивания стеклей, выстыков, детали, что повлекло дополнительные затраты. По данной нашей области у нас больше миллиона рублей ушло на проведение таких мелких ремонтов, плюс еще это были дополнительные транспортные расходы повлекло за собой, которых могло бы и не быть, если бы изначально приобретались качественные средства для очистки ЗГУ и стерилизации. Мы уже проговорили, что в основном применяются это альтегиды. Блютаровые традиционно более чем 75-80% используются на сегодняшний день. Очень медленно мы переходим к новым препаратам, но тем не менее меры предосторожности указаны и в САНПИНах и в МУ, что это тяжелое соединение где вытяжная лентиляция должна быть ну как минимум на уровне моечных ванн или ниже, потому что соединение тяжелое и подниматься не должно, раздражая дыхательные пути, может приводить к различным заболеваниям, в том числе и профессиональным. Использовать соответствующие средства защиты при работе с фонаральдегидом. Ордосталивая лентиляция тоже хотелось на нем восстановиться. Действительно применяется преимущественно рекомендуется для ПУУ и технических подразделений, где проводится бромхоскопия, потому что по сравнению с глютаровым он доказательно более эффективен при работе, да, при борьбе с микобактериями. он является еще чуть более токсичным по факту, чем глютаровый альдегид, но он не обладает таким резким запахом, потому что более тяжелый, требует еще дополнительного контроля организации вентиляции. Если у глютарового альдегида мы видим 2% концентрация должна быть рабочего раствора, как задано нормативными документами, и мы можем освидеть эту концентрацию даже по запаху, если мы получаем 20% концентрированное средство, то оно очень похуже, то у артоктали в альдегида таких свойств нет, но тем не менее надо помнить, что он может быть более высоко токсичен, соответственно должна быть вентиляция организована. Средства на основе перекиси водорода и натурсусной кислоты и кислород, содержащие средство, как я говорила, применяются на сегодняшний день менее чем в 10% подразделений, но вот в частности мы одними из первых начали применять в машинке американской стереосистемы, сейчас она уже у нас списана, ну что было очень, нам достаточно, может быть, комфортно работать, интересно, запах действительно был, но сроки дезинфекции, стерилизации существенно сокращались, и мы могли проводить больше исследований в смену, сказать что-то большее про влияние на персонал и на пациентов не могу, но вот доказательно это преимущественно приоритетный препарат, который используется сейчас и во всем мире, в частности, в Великобритании, мы знаем, она отказалась от применения блютарного альтегида, и вот, как я там в своей керции предыдущих, и у нас уже подчеркивала, что все-таки от блютарного альтегида стараются отходить, переходить на более безопасное средство. Вот, ну вот, так состоит, состоит ситуация, дело, как я уже говорила, более 80% работают на блютаровом альтегиде, 5-7% применяют альтегида, и менее 7% используют кислородоактивное средство. Большинство подразделений используют многоразовые эндоскопические инструментарии. В санитарных правилах есть указание на то, что, конечно, единственным полным доказательством обеспечивание санитарий является одноразовое и рекомендуется, но, к сожалению, пока экономические условия не позволяют. И, как всегда, говоря о безопасности нашей работы эндоскопических мы говорим не только о безопасной работе с дезинфицирующими следствами, но и в целом о безопасности работы медицинской сестры. Она складывается из ряда факторов. То есть, учитывать, как Валентина Антоновна, работу с токсичными веществами мы, конечно, не можем. Мы должны учитывать то, что мы работаем также и с биологическими факторами, имеем дело с факторами трудового процесса и должны безусловно себя защищать. Мы не смотрим опять же в нормативных документах использования при работе с токсическими веществами это использование с длинных перчаток до локтя или на рубавниках защитных средствах глаз. Это все определено. Также бы хотелось, что на этот фактор мы могли повлиять тем, чтобы участвовали как профессионалы и как-то могли повлиять на решение о закупках тех или иных средств не только и чтобы эти заявки определяла не только ценовая политика и генеральные законы, но и наше свое мнение учитывалось. Биологические факторы это прямой контакт со следистыми отделяемые связаны с высоким заражением и в том числе вирусными гепатитами, особо опасными инфекциями, в частности наш центр профилактики областной в этом году дала статистику о том, что ВИЧ-инфицированная растет, растут показатели благополучных семей, то есть не только, может быть, где-то все подвержены этому риску. Ну и то, что уже говорила, мы себя должны защищать для литинга Антоновна, что у стажировных работников у нас может быть снижена и резидентность к инфекциям. Нужно обращать внимание. Работа с полющим инструментом также на рекламентированных наших нормативных документов предлагается отказаться от инъекционных для извлечения абзаторов из бранши для кинжащих то, в частности на слайдах мы действительно вот так проводим на практике у себя. То есть пользуем вот такие дубочистки видите стерилизованные для извлечения бранши и вот такие перфорированные контейнеры для сборов. Фактор трудового процесса это тяжесть труда это физические и динамические нагрузки особенно когда приколы на скопе медсестра вынуждена поворачивая больного вот их я думаю тоже надо учитывать напряженность труда монотонность часто и тот же самый фактор работы в мощных дезинфекционных помещениях на обществе много говорим о том их профессиональные стандарты из клинического научного центра московского вот у них по принципу ротации то есть какой-то день занимается медицинская сестра обработкой аппаратуры другой день ассистирование в принципе очень хороший опыт компенсации и годы на сегодняшний день мы опираемся на требования 14-го года дополнительный отпуск сохранен далеко не везде практически уже ну отсутствует в большинстве подразделений о размере заработной платы или пропилактическом питании Валентина Антоновна уже говорила постоянно поднимается вопрос на обществе российско-медицинских сестер ну вот в частности это должно быть 4% полезной ставки я не буду останавливаться на том слайде мы уже видели то есть за эти годы ничего не изменилось мы хотели бы чтобы с учетом мнения профсоюза и других представителей заработников эти вопросы решались так ну и так профилактическое питание также говорила уже что химические биологические физические факторы и мы об этом постоянно поднимаем вопрос должны учитываться вот ну и конечно же при специализированной оценке труда учитывать весь комплект потенциально опасных факторов которые в равной степени относятся интеллектуальные эссенсорные эмоциональные нагрузки и комплекс факторов при подозрении на профессиональный характер заболеваний медперсонала осуществлять своевременное направление в центр профпатологии это было бы тоже замечательно потому что за время своей работы мы не раз сталкивались с тем что медицинские сестра у нас уходили по причине переносимости определенных средств где средств хотелось бы конечно этого избежать и сохранить в полном объеме вот ну и ответственный персонал эндоскопических отделений должен иметь право непосредственно участвовать в выборе средств для обработки эндоскопической техники ориентируясь на их доказанную безопасность для человека окружающей среды и способность бережно сохранять аппаратуру ну вот недавно у нас был генетмедич Федоров мы ему тоже рассказывали о нашем оснащении о нашей работе и он удивлялся конечно что да я всегда думала что это регион где серебряная копытца просто все бьет копытцем и обеспечивает буквально нас всеми благами изумрудами драгоценными камнями великолепной техникой которую мы только на сегодняшний день мечтаем чтобы у нас были и высокотехнологичные аппараты и прекрасные вот большие машины как полуавтоматические так и автоматические ультразвуковые стерилизаторы системы водоподготовки конечно же шкафы для сушки и хранения доспоков о чем тоже мы мечтаем ну и спасибо большое вам за внимание может быть не все рассказала я вас приглашаю спасибо Марина Анатольевна я думаю что если наши предыдущие доклады как я говорила касались законодательной базы то этот доклад как раз касается исполнительской дисциплины да и как раз вот что в реале как бы мы законодательно не говорили это все очень хорошо вот исполнение ну это так я думаю ваши разработки мы с ультенантом поговорим может быть это учебник будет может быть это учебник потому что вы знаете когда вот я вижу там триамоневые что-то такое даже не помню что-нибудь такое господи да а ведь часто в фирме производителя они дают препарат какое действующее вещество но это надо влезть уже или в учебники в интернет смотреть что это соответствует не соответствует поэтому здесь может быть это не в Тарифе рекомендации а может быть это учебник и как раз это будет то что нужно это учебник это учебник который объяснит напомнит биохимию да ну это мой такой вопрос большое спасибо Калина Ильича надо я просто немножко перепевать мы действительно мы подготовили к нашему предыдущему форуму такое методическое пособие с нашим авторским коллективом где нам помогала очень Евгения Владимировна Коровина спасибо большое и Ядренко Брыжак и в конце концов даже Татьяна Аркадьевна внесла свои корректировки и какие-то ценные замечания вот в таком вот виде методическом пособии обережной и безопасной обработки аппаратуры и инструментария она это пособие вышло в прошлом году несколько экземпляров есть кому интересно могу сказать именно Ильич Калина она основана на законодательной базе то есть ну как бы конечно это дальнейшая работа только может быть продолжена Мария Анатольевна хотел спросить а что у вас это Дали в середине об охране здоровья это самого персонала что была за репродукция доктора держащего корабля это что за репродукция это кто это это Сальвадора Дали это Сальвадор Дали да это Сальвадор Дали хорошо спасибо 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 пожалуйста спасибо Мария Анатольевна я думаю что мы выходим из рекламента поэтому вопросы я думаю потом дальше ну и Продолжение следует...